На телеканале Видное ТВ время новостей Ленинского городского округа. В студии для вас работает Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Члены общественной палаты Ленинского городского округа проводят инспекцию всех детских и спортивных площадок в муниципалитете. По результатам были выявлены определенные замечания, которые напрямую идут в Министерство богоустройства. Врачи Видновской районной клинической больницы оказывают помощь не только жителям Подмосковья, но и гражданам других стран. У него хорошая была операция утром. Вот, и она резиновая на классе, и вот, 99, отлично. Выпускница 11-й школы Юлия Юткина набрала в ходе экзаменов 100 баллов по двум предметам. Ребенка есть цель – стать журналистом. По запросу Министерства благоустройства Московской области, члены общественной палаты Ленинского городского округа проводят инспекцию всех детских и спортивных площадок в муниципалитете. Результаты фиксируются на специальном интернет-портале для дальнейшей обработки и составления рейтинга. Сегодня общественники объехали ряд игровых зон в Видном. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Многочисленные жалобы на состояние детской площадки в адрес членов общественной палаты поступают от жителей Жуковского проезда 9. За их домом в парке Сосинки находится игровая зона, которая пользуется большой популярностью. Поэтому она больше остальных нуждается в ремонте. Прорезиненное покрытие в некоторых местах изношено, игровые элементы сильно расшатаны. В принципе, в целом, в удовлетворительном состоянии площадка, она, конечно, не новая, требует ремонта частично. Качели у нас на гибкой сцепке, на цепи, как положено. Да, кое-что где-то окраски требуется. Вот я бы на лавочке заменила вот эти доски, которые треснуты, да, чтобы не было занос, ну, хотя они окрашены. Ну и привела в порядок близлежащую территорию, то есть это газоны, траву. В парке Сосинки, недалеко от этой детской площадки, находится еще одна для детей помладше. Ее установили совсем недавно. Сейчас обе игровые зоны ограждены предупреждающей лентой, так как из-за педагогической обстановки в парках детские площадки посещать временно запрещено. Общественников приятно удивило. Несмотря на то, что микрорайон достаточно старый, к благоустройству здесь относятся все-таки ответственно. А это достаточно современный микрорайон, однако эта детская площадка – одна из самых печальных во всем городе Видное. Дому, за которым она стоит более 13 лет, это Ольховая-2. Площадка пользуется большой популярностью у местных ребятишек, но стоит она здесь с приемки. Все обветшало и находится в плохом состоянии. Ни о каком прорезиненном покрытии и речи не может быть. При всем при этом менять ее, кажется, никто не собирается. По крайней мере, в ближайшее время. Земля никому не принадлежит, то есть она не передана ни в муниципалитет, никому. То есть мы не можем никому даже предъявить претензии. Страдают дети, жители обращаются к нам, чтобы передали данную площадку, которую мы видим, что она в очень плачевном состоянии, где необходимо провести определенный комплекс мероприятий. Тщательную проверку игровых зон членообщественной палаты Ленинского городского округа начали еще на прошлой неделе. Работы проходят в рамках программы Министерства благоустройства Московской области. Все замечания фиксируются в специальном приложении. На сегодняшний день проэкспектировано более ста объектов в разных уголках муниципалитета. По результатам были выявлены определенные замечания, которые напрямую идут в Министерство благоустройства. То есть еще один момент для того, чтобы житель мог повлиять на качество жизни непосредственно своего дома. В целом могу сказать, что площадки имеют замечания, но исправимые, которые в любом случае связаны с культурой поведения как детей, так и родителей, которые позволяют своим детям ломать игровые комплексы. Потому что чаще всего налицо случаи вандализма, которые чаще всего проявляются поломанные элементы. Наглядный тому пример – совсем новая детская площадка на проспекте Ленинского комсомола, 74. К сожалению, здесь дети уже успели разрисовать некоторые игровые элементы. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе за прошедшую неделю было зарегистрировано 293 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число заболевших составило почти 16 тысяч человек. Врачи Видновской районной клинической больницы оказывают помощь не только жителям Подмосковья, но и гражданам других стран. Подробнее в нашем сюжете. Двое кубинцев попали в инфекционное отделение Видновской районной клинической больницы с симптомами COVID-19. Уроженцы Острова Свободы прибыли в Россию семьями в качестве туристов и даже успели побывать на Красной площади. На этом их знакомство со столичными достопримечательностями закончилось и началось тесное общение с медиками в РКБ. С Лазара Кубанова, 54 года, он приехал со своими тремя детьми сюда. Остановились они, видимо, познакомившись в интернете с какой-то семьей, приехали, остановились в семье. И на третий день пребывания в России он почувствовал себя нехорошо, у него принялась температура. Дети пригласили соседку, и она вызвала скорую помощь. И, в общем, он сделал компьютерную томограмму, на которой оказалось, что у него поражение легких. А 34-летний Самуре Торренс после того, как почувствовал недомогание, сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным. У него КТ-2, к сожалению, степень поражения больше, чем у предыдущего парня. Но, в общем, чувствует он себя, конечно, не очень хорошо. Но лечим. Пациентам, общаться с которыми медики вынуждены через программу переводчика, была назначена комплексная схема лечения с противовоспалительными и противовирусными препаратами. Сейчас состояние обоих мужчин стабильное, с положительной динамикой. У него хорошая была с операцией утром. Вот, и анализы у него неплохие. И вот, 99, отлично. То есть мы его еще понаблюдаем пару дней, будем выписывать рекомендации, он уже до лечения с амбулатором. Мужчины отмечают, что соблюдали все санитарные правила. А сейчас медики предупреждают о новом индийском штамме. Если раньше инкуляционный период длился где-то от 7 до 10 дней, то сейчас буквально на 3-4 день разворачивается картина. Убирают обороты, им падает сатурация. Состояние пациента очень быстро ухудшается. То есть развитие болезни происходит в более короткие сроки. Потом он проявляется большим поражением в желудочно-кишечном аттракте. То есть очень часто пациенты поступают с основной причиной не только подъем высокой температуры фибрии, но еще нарушение стола. То есть это диарея многократная. Поражаются и сузыстые. Меняются алгоритмы лечения мутированного вируса. Ориентируемся на результат анализа. То есть мы всегда учатся на показатель коглограммы, биохимии, общего анализа крови. И в общем-то там именно в зависимости от этого мы либо увеличиваем, либо наоборот уменьшаем ту основную терапию и те дозы препаратов, которые были при стандартном лечении. Как рассказала Светлана Мулиновская, российские вакцины защищают и от нового дельта-штамма. Что такое мутация вируса, да и новый штамм? Это эволюция вируса. Любой вирус, который размножается в наших органах, в тканях, в клеточках, он в процессе репликации мутирует. То есть там происходят какие-то поломки в геномике. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, ВиднетВ. Несколько месяцев на территории Ленинского городского округа действует служба поддержки женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации. Специалисты Центра «Поможем» дают психологическое и юридическое консультирование по самым разным вопросам. Сколько человек уже воспользовались услугами, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. Активистки местного отделения Союза женщин России, девушки целеустремленные и ответственные, успевают не только свои рабочие и личные проблемы решать, но и другим помогать. Причем не только словом, но и делом. Мы все привыкли, что женщины очень сильные. Они могут решить все проблемы, все задачи и никогда не сдаются. Но жизнь подсказывает, что бывают ситуации, когда и женщинам нужна помощь. И мы предлагаем такую помощь бесплатно. Идея создания Центра «Помощи» женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации, возникла всего несколько месяцев назад. За это короткое время за консультацией к юристам и психологам обратились более ста женщин. Высококлассные, квалифицированные, обладающие обширным багажом знаний, методиками и методами специалисты. Они знают, как нужно работать с женщинами, которым сейчас на данный момент очень трудно. Юлия Панова работает экскурсоводом в историко-культурном центре Ленинского городского округа. Но в свободное время она один из психологов Центра поддержки женщин. Считает, что главная задача здесь – это восстановление взаимопонимания в семье. Женщина – это центр семьи. Если она спокойна, если она в равновесии, то, естественно, будут в таком же спокойствии дети, муж, семья. Это значит, что наше общество становится спокойнее. Это значит, что у нас не происходят вот такие эксцессы, которые нам не нравятся. Пока специалисты ведут прием по предварительной записи в Совете ветеранов. Еженедельно за помощью обращаются от 10 до 15 женщин. Мы рядом! Поможем! Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Ленинском городском округе известны имена 11 выпускников, набравших высшую оценку за единый государственный экзамен. Среди них особенно выделяется выпускница 11-й школы Юлия Юткина. Пока в округе она остается единственной, кто набрал 100 баллов по двум предметам. О сдаче ЕГЭ и планах на будущее она рассказала нашему корреспонденту. В школах закончились итоговые испытания, отшумели выпускные баллы. Теперь для юношей и девушек начинаются абитуриентские заботы. Результаты многих экзаменов уже известны, как и имена тех, кто выбил 100 из 100. Среди них выделяется выпускница 11-й школы Юлия Юткина, таких, как она сегодня называют мультистобальниками. Результат по литературе ей пришел первым. Как замечает выпускница, узнала его она совершенно случайно. Я зашла в интернет, в праузер, нужно было что-то забить там. И я просто обновила страничку случайно, я так смотрю, 100. Я запретила себе радоваться, потому что я подумала, если я сейчас сильно буду радоваться, то точно что-то будет плохое по-русскому. Я просто была в шоке. Я подняла папе, говорю, 100. Говорит, тогда да. Попала ко мне в трубку и все. И как-то я постаралась это дело замять, потому что я не очень люблю, когда меня хвалят. И я просто думаю, что это может отразиться в настоящем успехе. Через несколько дней пришли результаты по-русскому. И вновь успех. На официальном портале единого государственного экзамена красовалась высшая оценка. Если сама Юля благодарит своих учителей и репетитора, то наставники замечают, что большая часть этого успеха принадлежит самой выпускнице, ее целеустремленности и острому уму. Я считаю, что такие дети, как Юля, рождаются достаточно редко. И я очень счастлива, что я вела у нее уроки литературы. Очень приятно было ее слушать, ее мнение. Юля умеет анализировать произведения. По-моему, любое произведение, хоть стихотворное, хоть прозаическое. Можно даже удивляться, насколько хватало у этого человека сил готовиться не только к урокам литературы, но и ко всем остальным урокам. Сегодня в стенах школы она уже не ученица, а местная суперзвезда. Ее поздравляют и спрашивают о результатах остальных испытаний. Вчера стало известно, что на ЕГЭ по обществознанию Юля набрала 97 баллов. Высокую оценку она ждет и по иностранному языку. Какой бы ты совет дала будущим выпускникам? Я бы им сказала, во-первых, чтобы они начинали готовиться с начала года, чтобы они прорешивали варианты, потому что практика – это очень важно. И нужно просто знать, что хочет у тебя эксперт и постараться максимально ему угодить. Ну и, конечно, следует не забывать об отдыхе. Это самое главное, иначе можно перегореть. Сейчас выпускница выбирает университет. В приоритете, конечно, журфак МГУ. В девятом классе я поступила в школу юного журналистов при МГУ. И как-то узнала там все какие-то внутренние строения, писала и статьи, снимала репортажи, синхроны, закатры. Все как полагается. И как-то я подумала, что мне это интересно, потому что я люблю общаться с людьми. В этот раз я люблю писать. Тем более, мне кажется, что журналистика – это полезное знакомство, связи. Мне нравится политика. Я бы хотела работать в каком-нибудь общественно-политическом издании. Даже несмотря на то, что почти два учебных года прошли в особом режиме, тяга к знаниям выпускницы только росла, отметила ее учитель русского языка Людмила Нарышкина. В этом году Юля не пропустила ни одного очного занятия. То есть она по часам ходила в школу на все уроки. И по зум-конференции мы занимались дополнительно. Но если и внесла какие-то изменения, коррективы, но только это не в жизнь Юли. Потому что она всегда была в теме в жизни школы, в занятиях, в уроках и так далее. У ребенка есть цель – стать журналистом. И она уверенно идет к своей цели. Я думаю, что у нее все получится. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В продолжение темы. В связи с пандемией с каждым днем вводятся новые ограничения, но все же, соблюдая определенные правила руководства школ, муниципалитета, нашло возможность провести мероприятия, важные для выпускников. Одно из них – вручение аттестатов. Это своеобразная точка отсчета, откуда у ребят начинается взрослая жизнь. Поздравить выпускников средней школы совхоза имени Ленина пришли родители, учителя, представители администрации и депутатского корпуса Ленинского округа. В этом году стены школы покинут 44 ученика из двух 11-х классов. Первой с теплыми словами к ребятам обратился директор образовательного учреждения. Дорогие выпускники, верите, надейтесь, любите, и все у вас за это поможете. Организаторы торжества из формального мероприятия постарались сделать представление. Каждый из учеников помимо аттестата получал награду в той или иной номинации, которая его характеризовала. Советник главы Ленинского округа прочел поздравительный адрес главы Ленинского городского округа ученикам, учителям и руководству школы. Помните, что вы – будущее и надежда Ленинского округа, подмосковья и нашей страны. Призы были вручены в номинациях «Ума палата», «Лучший всех», «Артист больших и малых сцен» и многих других. Лучшие ученики помимо аттестата получили дипломы и похвальные грамоты за успехи в учебе, общественной жизни и спорте. С напутственным словом к ребятам обратился депутат Совета депутатов округа Артем Грудинин. Всегда вас окружали близкие вам люди, естественно, родственники, близкие, ну и, прежде всего, это участие. Поэтому, ребята, ни в коем случае не забывайте. Я еще раз вас поздравляю, но при этом все вы особо не расслабляетесь, потому что в ближайшее время, насколько я понимаю, все придется покупать высшую учебность зрения. Макеты «Каравелл», которые вручили ребятам по замыслу организаторов, являются символом движения вперед, в новую, взрослую жизнь. Максим Козлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!